Приветствую вас! Правда заключается в том, что не нужно побаровать свой страх. Его нужно раскрывать. То есть, я вижу в том, что вы хотите побаровать свой страх, я вижу именно такую склонность к подавлению, наверное, себя самой у вас. То есть, вы склонны себя подавлять, вот. И именно по этой причине у вас и, собственно, возникают основные трудности. То есть, вместо того, чтобы, допустим, раскрывать свои попредственности, да, и того, что вы хотите, вы предпочитаете себя подавить, что мне вообще не кажется сколько-нибудь конструктивной позиции. Вот. Если вы предпочитаете побаровать свой страх, значит, вы считаете, что то, что вы боитесь, это стыдно. Вот. Ну, то есть, бояться вы не должны. Вот. Вот. А, значит... Коли вы стыдитесь, да, коли вы стыдитесь, то считаете свою проблему недостойной. Вот. И, соответственно, вы эту проблему обесцениваете. Обесценивая свою проблему, вы ее не решаете, а только лишь придумываете психологические защиты для того, чтобы вызывать. Дальше. Как результат, как результат того, что вы себя подавляете, вы не реализуете прямо свои желания. И реализуете их как-то, ну, может быть, обходными путями. С этим связано, по сути, то, что, с одной стороны, вы познакомились с мужчиной в интернете, общаетесь с ним дистанционно, да. С другой стороны, это связано с тем, что вы выбрали себе мужа, у которого есть зависимости. Если вы выбираете себе такого мужа, ну, значит, и вы тоже склонны к созависимым отношениям, а это сразу раскрывает перед нами ряд ваших индивидуальных особенностей, которые, возможно, имеют место быть. Такие, например, как отсутствие собственной значимости, такие, как неуверенность в себе, такие, как отсутствие, к примеру, личных границ у вас, вот. Стремление угождать, ну, так, знаете, как бы, запрограммированность на то, чтобы угождать, и так далее. Вот, и все это, на самом деле, не могло взяться из ниоткуда, вот, на мой взгляд. Да, то есть, все это не могло взяться из ниоткуда, у всего этого есть свои причины, вот. Поэтому, тут вот такая история и такая связь. Дальше, познакомился с мужчиной четыре года назад в интернете. Значит, для чего познакомились, как вы познакомились по поводу чего вы познакомились, это очень важная история, что вас объединяет. Много чего за столько лет друг о друге знаем. Сейчас этот мужчина хочет встретиться, почему мы ранее не встретились, живем в разных городах. Ну, опять же, вы когда только начинали взаимодействие, вы же, наверное, знали о том, что живете, что вы живете в разных городах, и вы наверняка на что-то рассчитывали. К примеру, наверняка вы на что-то надеялись, к примеру, вот. То есть, как у вас это все происходило. В все это время мы общались как друзья, все это понимали, что он хочет после встреч перейти на новый уровень отношений, скажем так. Вы знаете, я, конечно, не знаю, как именно вы воспринимаете отношения свои, я безусловно не знаю, но нельзя сразу перевести отношения на новый уровень. Если до этого ничего не было. Это невозможно. То есть, если вы были друзьями, то вы при всем желании не сможете сразу стать кем-то большим. Вы не сможете сразу стать, к примеру, любовниками. Например. Вот. Поэтому, поэтому тут хотелось бы немножко раскрыть ваше представление об отношениях, в принципе. То есть, ну как вы их воспринимаете, как вы их видите, как они вам представляются. Вот. Отношения. Потому что никаких уровней отношений нет. Есть просто чувства, есть восприятие людей, восприятие человека и все. По сути, тело. Оношения. Ну, поэтому я полагаю, что… Именно так… Можно… Вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Ну, именно здесь. Именно здесь я имею ввиду. Дальше. Так. Я боюсь, после неудачных отношений, боюсь какого-то обмана и использования своих целей. Ну, здесь, на мой взгляд, история такая, что он, вы не пролечили свою травму, у вас, травма, травма присутствует у вас, имеет место быть. Вероятно, какой-то необработанный опыт. Вот. И, на мой взгляд, то, что вам нужно сделать, это, конечно же, его обработать. То есть, конечно же, его нужно усвоить вам, этот самый опыт. Вот. Сделать соответствующие выводы из этого опыта. Для того, чтобы не бояться. То есть, за страхами кроются, опять же, различные ограничивающие вас установки, которые сейчас, по сути, вам ничего хорошего не несут. Вот. Ну, вот вы говорите. Я боюсь, после неудачных отношений, боюсь какого-то обмана. Что это значит? Что значит, я боюсь какого-то обмана? Я боюсь какого-то обмана. Это означает, по сути, что я боюсь, к примеру, слишком сильно полагаться, да, там, на человека. Я боюсь, слишком сильно на него рассчитывать. Но, а зачем рассчитывать на другого человека? Для чего рассчитывать на другого человека? Если рассчитывать, в первую очередь, вам нужно, скорее, на себя саму. Разве не так? Вот. То есть, тут вопрос, опять же, скорее, в том, как вы позиционируете себя, как вы позиционируете свои отношения. В частной взятности, вот, именно с мужчинами. Какие у вас ожидания от отношений есть? Потому что обман это, в том числе, и ожидания тоже. Дальше. Так. Использование своих целей. Опять же, здесь справедливо отметить то, что вам сказала моя коллега Мария Протасова, что ведь никто ничего не делает против вашей воли. И если, к примеру, вы чего-то не хотите, то никто никогда этого не сделает. И по какой причине, по какой причине вы боитесь, ну, вот, того, что вас могут использоваться в своих целях? А вы знаете, какие ваши цели? Ну, к примеру. Вы знаете, что вам, к примеру, важно, что вам, к примеру, ценно и так далее. Если вы это знаете, то никто никогда вас не сможет использовать. Вот. А никто никогда и ни в чем. Потому что вы будете всегда знать, что вам нужно, вы будете всегда знать, чего вы хотите. И проблем никаких не будет, на самом деле, с этим. У вас, по крайней мере. Вот. То есть, откуда-то, откуда-то, да, у вас этот страх, он берется. Откуда-то он у вас, этот страх имеет место быть. И, на мой взгляд, очень важно было бы определиться с его природой. Да? Почему вы этого боитесь? Дальше. С другой стороны, я понимаю, если бы человек хотел обмануть как-то или использовать своих целях, он бы не общался столько лет со мной. А, нет. Здесь вы не правы, потому что это совсем к истории не относится. К истории относится кое-что другое. Да? К истории относится кое-что другое. К истории относится то, что вы себе, по сути, вот именно вы себе не доверяете. Вот это, по сути, очень важный момент. Что вы себе сами не доверяете. И, не доверяя себе, вы не можете, конечно же, доверять и другим людям. То есть, вы не можете доверять, к примеру, ну, к примеру, вот мужчине, своему. И, здесь нужно, в первую очередь, доверять себе. То есть, в первую очередь, принимать полностью себя и все, что делаете, все, что делаете вы. И уже только потом, уже только после этого, вы сможете взаимодействовать с другими людьми. Потому что, пытаясь за счет других людей, скажем, ну, скажем так, восполнить то, чего не хватает вам, А вы постоянно будете от них в зависимости, и вам это ничего хорошего не принесет. Потому что, ну, по сути, всегда будет проблема. По сути, всегда будут трудности, по сути, всегда будут какие-то вот проблемы. По сути, всегда будут какие-то сомнения и прочее. Вот, чтобы этого не было, желательно все-таки, значит, доверять себе. Особо доверять себе, ну, и на себя принять. Другая история. То есть, когда я познакомился с этим мужчиной, я была свободна, он надеялся на встречу еще ранее. Но я поспешил, не дождалась встречи той, и решила, что все это обман, вышла замуж. Тут тоже очень важный момент. Видите, вы решили, что это обман, и поспешили получить для себя то, что вам нужно. Ну, обратите меня, если я ошибаюсь, да? Вот, для чего вы замуж-то вышли, собственно говоря? С какой целью вы вышли замуж? Чтобы, ну, чтобы что вы вышли замуж? Любили ли вы, собственно, человека, за которого вы ходили замуж? Или вы, к примеру, там, от него, допустим, чего-то ждали, ожидали, и так далее. Во. На мой взгляд, это очень важная история, потому что такое ощущение, что своего мужа вы использовали в данном случае как своего рода такое, знаете, средство. Вот. А это далеко не лучшая история для построения отношений. То есть, еще раз, складывается такое впечатление, что вам очень что-то нужно. То есть, вы прямо очень что-то, что-то, очень в чем-то нуждаетесь. Вот. И активно хотите этого достичь, это получить, ну, для себя. Вот. И ради этого вы готовы, собственно, на все, в том числе, даже на то, чтобы выйти, к примеру, замуж, да, за человека, которого вы, может быть, даже не любите. Вот. Я вас сейчас не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы увидели, как обстоят дела именно вот со стороны. Со стороны. Вот. Потому что была возможность у вас, значит, встретиться с мужчиной, который, ну, что-то вам мог дать, с которым у вас могло что-то получиться. Вот. Вот. Но вы испугались. И испугавшись, вы начали новые отношения. Вот. 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 Которые у вас тоже не сложились. Вот. Понимаете? То есть, ну, вот, просто согласитесь с тем, что это вызывает определенные вопросы, конечно же. Вот. И, в первую очередь, это вызывает вопрос такой, а как вы воспринимаете мужчин вообще? То есть, ну, кто они для вас, что они для вас представляют из себя? Вот. На мой взгляд, это очень, очень важная история, на мой взгляд, это очень важный момент. Если вы видите, к примеру, мужчин, как, ну, ограниченных субъектов, то есть, у вас ограниченное восприятие мужчин. Вот. То это один момент. Это одна история. Если вы, мужчин, видите, к примеру, столько, столько, как источник для реализации того, чего вы хотите, это совсем другая история. Нужно определиться в любом случае с этим. Определиться также и с тем, что мотивировало вас на спешку. И определиться с тем, что связывало вас с вашим теперь уже будущим мужем. Мужчина узнал про то, что я вышел замуж, как-то отдалюсь, явно был зло. Сам потом женился. Мне кажется, это на зло. Ну, вот. То, что вам кажется, что он женился на зло, это уже излишний эгоцентризм. То есть, это скорее такая вот потребность в том, чтобы быть значимой для людей. Это означает, что вы себя таковой не ощущаете. А это, в свою очередь, значит, что, возможно, вы не реализуетесь в полной мере. Общение, контакт, оно не прекращало, были такие условия, что мы как друзья и не более, что мы не будем мешать нашим семейным отношениям. Ну, здесь всё же странно немножко всё выглядит, потому что сам факт того, что вы... заговорили уже о, скажем так, ну, об отсутствии, да, какого-то вмешательства ваше отношение семейное. Вот. А уже говорит о том, что какие-то чувства к вам были. Ну, у вас, у вас друг к другу. И вы эти чувства проигнорировали. То есть вы, по сути, боитесь настоящей эмоциональной духовной близости. Ага. Так. Сейчас я развожусь с мужем. Есть на то причины. Выпивают, ничего не делают, эгоистично. Ну, как же выясним, сашли свыше, как-то за него выйти замуж, или как-то отношения строили. Это же целый процесс. И, как я понял, это процесс как минимум трёх лет. Вот. Тут тоже нужно разбираться. Вот. Такое ощущение, что вы хотели бы его поменять. Вот. Мужчина это знал, предложил встретиться. Я боюсь, что, хотя до такого срока уже привыкла к нему, вдруг обманет, бросит и т.д. не понравится. А чего вы боитесь, аноним? Почему вы этого боитесь? Что для вас в этом страшно? Что вы хотите? Что вам нужно? Какие у вас потребности и ожидания от мужчин? Ведь совершенно очевидно, что здесь имеет место быть сверх мотивация. Здесь имеет место быть сверх мотивация быть этим человеком. Здесь имеет место быть мотивация именно успешно выстроить отношения. Для чего? Зачем вам это? Вот. Знаете? То есть, откуда у вас эти мысли возникали? К примеру. К примеру. Просто, чтобы показать вам суть того, о чем я говорю. Да? К примеру. Вы говорите, что вы можете мужчине не понравиться. Вы говорите. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть. Может быть, вы мужчине и действительно не понравились. То есть, как бы, я не знаю. Но. Но. Возникает вопрос. Если вы ему не понравитесь, то это означает, по сути, что вы друг другу не подходите. Если вы друг другу не подходите, то не значит ли это, что вы просто сделали неверный выбор и все. Но. Чего здесь? Или в этом? Или здесь? Какого страшного? Для вас. Ведь, совершенно очевидно, что вы говорите. Вы говорите. Именно говорите. О чем-то очень важном для вас. То есть, вы говорите, а вдруг я ему не понравлюсь там и так далее и так далее. А вот, что будет, что будет обманить, бросить и так далее. Но как? Как? Как он может вас бросить, если вы еще, по сути, да, не вместе? Ведь, чтобы вас бросить, нужно быть в отношениях. Вы в отношениях, то, по сути, не были еще. Значит, вам что-то нужно в отношениях. Вам, вы в чем-то нуждаетесь. Вот именно об этом, именно про это, про то, в чем вы нуждаетесь, я и предлагаю вам подумать именно об этом. Я предлагаю вам просмыслить. Вот. Пока я вижу слишком высокую замотивированность у вас, ну, быть в отношениях с мужчинами даже. Понимаете? Вот. Пока я вижу такую мотивацию. Слишком, ну, слишком большую, слишком высокую мотивацию быть вместе. Вот. Понимаете? И, на мой взгляд, это требует самого пристального разбора. На мой взгляд, это требует анализа. Такая история. Дальше, значит, мышление. Ваши мысли и их природа. Вы говорите, вдруг бросит. Хорошо. Такое, действительно, может быть. Что это будет означать для вас? Будете ли вы, к примеру, бояться думать о себе хуже? Если так, то вы не уверены в себе, а своих четких представлений о себе самой, да, у вас, получается, нет. Ну, раз вы, к примеру, можете позволить себе мысли, такие мысли, что, ну, что со мной что-то не так. Вот. И, на мой взгляд, это очень важная история. На мой взгляд. Это очень важный момент. Потому что, да, это раскрывает, раскроет в некоторой степени, в некотором смысле. Это раскроет ваши проблемы. Ну, личностные проблемы. Вот. Но, разве это не хорошо для вас? Разве это не показатель, к примеру, наличия у вас, там, сложностей? То есть, такое ощущение, что вы, как будто бы, боитесь выйти из, значит, своего привычного восприятия мира, которое у вас есть. Это, на самом деле, тормозит вас в развитии, тормозит вас в эволюции и, по сути, порождает, эм, столько лишь негатив. Скажем, скажем, ну, скажем, скажем так. Эм, дальше. Обманут. Ну, обман, это, я уже говорил, да, что обман, это недоверие. Недоверие. Недоверие, это, соответственно, недоверие себе. Недоверие себе, это всегда стыд. То есть, непринятие себя. То есть, что-то, эм, или что-то, или кто-то вас мотивирует к тому, чтобы вы себя стыдили. То есть, откуда-то вы взяли эту, вот, позицию, что я должна, там, чего-то в себе не принимать, я должна чего-то в себе стыдиться, ну, и так далее. Вот. Ну, эта история также нуждается в корректировке. Потому что стыд, это абсолютно деструктивная позиция, стыд, это абсолютно, эм, устаревшие, устаревшие, точнее, взгляды на жизнь, абсолютно устаревшие точки зрения и представления. Но самое главное, это ошибочное мнение о том, что вы не должны себя принимать. Такой, какая вы есть. Вот. Ну, а, соответственно, не принимая себя, вы только лишь себе вредите. Вот. Дальше. Не понравилось. Опять же, здесь у вас имеет место быть именно мотивация. То есть, вы хотите для чего-то понравиться. Вам нужно зачем-то понравиться. Вот. Вопрос, конечно, только в том, для чего. Вот. Опять, опять, да, вопрос, вопрос в мотивации. По сути. Подскажите, стоит ли встречаться или как поступить вот так, в такой ситуации-то? Ну, для начала нужно, наверное, разобраться в себе. Это я вам, как профессионал, могу рекомендовать, да, разберитесь в себе. Потому что, ну, вот, слишком много у вас противоречий и слишком много всего, что является, скажем так, чисто вашей проблемой. Не проблемой мужчины, а именно, чисто вашей, вашей проблемой. А, на данный момент вы, по сути дела, на мужчин, вы предлагаете ответственность за себя, за свою жизнь, за свое будущее, за свои, ну, свою гармонию, за свой успех. Вот. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо. Вот. Потому что, ну, для вас, для вас это абсолютно неприемлемо. Потому что, вы будете, по факту, постоянно в зависимости от кого-то находиться. И я, честно говоря, думаю, что таким, таким путем вы своего счастья не добьетесь. Это невозможно будет сделать. Вот. Поэтому, с первого, нужно разобраться в себе. Вот. Дальше. А стоит ли встречаться? А, да, конечно, почему, почему, почему бы и нет. Встретиться можно и нужно. Другое дело, что ждать чего-то большого, чего-то такого, прямо вот серьезного от этой встречи, наверное, не стоит, потому что ни одни отношения распадались только потому, что были чересчур завышенные ожидания. Чересчур много ожидал от отношений. Вот. Понимаете? Поэтому встретитесь, но встретитесь только в том случае, если вы, к примеру, будете уверены, что ждать, вот именно ждать, вы ничего не будете. Вот. От встречи. Вот. Только в этом случае, я думаю, да, вам в этом случае, я думаю, вам действительно можно будет встретиться и провести время вместе. Вот. Обратите же внимание еще и на то, что вы друг друга, по сути, ни разу не видели. То есть то, что вы знаете друг от друга, это совсем не то же самое, что, к примеру, вы реально встретитесь. Поэтому не только он может вас обмануть, но и вы, вы тоже можете его обмануть. И мужчина тоже может бояться именно того, что вы его можете обмануть. То есть мужчина может тоже опасаться того, что вы можете что-то из дождей, что-то ему сделать. И он также может не понравиться вам. То есть вы по сути в равных условиях. Но почему-то говорите вы здесь только о себе. То есть заметьте, у вас нет направленности на мужчину. У вас нет направленности на мужчину самого, как такового. Вот. И это направленность только на себя. Это означает, что, как бы, к отношениям вы, вероятно, ну, еще, возможно, не готовы. Вот. Потому что слишком много внимания вы уделяете себе. Вот. Я не говорю, что это прямо, эээ, плохо, обязательно. Но это может быть препятствием для выстраивания гармоничных отношений. Вот. Поэтому сперва нужно разрешить все ваши конфликты. Вот. Которые ваши есть. Мужчина старший на несколько лет, ровесник. А вот мой, 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 мой ровесник. Я видел, что он не гулялся, не готов к семье. Хотя у нас уже сын есть. А вам семья для чего? Для чего? Аналим. Вы семью хотите, я так понимаю. Но зачем она вам, эээ, семья? Вам она нужна для чего? То есть тут, вот, я рекомендовал бы вам тоже поразмыслить на эту тему. Потому что, вот вы говорите, да, что мужчина мой, он, соответственно, там, не нагулялся. Вот. А может быть, может быть так, может быть так, может быть он и не нагулялся. Вот. Вот. Но... Что в этом плохого? А вы чувствуете себя нагулявшись уже? Или как? Вот именно вы как себя чувствуете? Знаете? Тот факт, что вы хотите семья, или тот факт, что вы может быть, скажем так, готовы к семье. в семье, это еще не означает, что вы благополучны, ну, более благополучны, чем ваш муж, то есть, на мой взгляд, тут все-таки нужно смотреть, для чего вам семья, зачем она вам нужна, именно вам, в первую очередь. Потому что обычно мужчин постарше выбирают люди с очень развитым и активным родительским состоянием, вот, то есть, вы, возможно, чрезмерно, чересчур строги к себе. Я, конечно, опять же, не знаю, да, как обстоят дела, но думаю, что как один из вариантов, да, это вполне может быть. Вот, поэтому причины выбора такого мужчины тоже очень важны, чем он вам понравился, вот, ну, если, если, если понравился, да, чем он вам понравился, вот, чем он вас привлекает, и, самое главное, наверное, что он вам дает, вот, именно, что он вам дает, вот, когда все это вы разберете, вот, когда все данные аспекты будут ясны, вот тогда уже, и можно будет вам решать, решать, что делать дальше, вот, вот уже тогда вы сможете для себя решить, как вам поступать в дальнейшем, вот, как вам поступать и что вам делать. Вот, мне это видится так, вот, я не, ну, я не настаиваю, да, я не, истинно, истинно в последней инстанции, но мне кажется, что вот так, ну, примерно, примерно так, можно ответить вам на ваш вопрос, вот, обязательно изучите тему созависимости для лучшего понимания того, что с вами происходит. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи.